Доброе утро! Сегодня 10 апреля 2017 года. Вот я обрядилась в ту платьицу, которую у нас пожелала победительница конкурса. Я его в прошлом году надевала один разочек. И вот сегодня решила вам все-таки продемонстрировать, как она у нас будет выглядеть. Еще и положит сверху наши ароматы. То есть, оно такое бабушкино. Мне очень нравится. И я надела любимые замшевые босоножечки. Вот когда мне люди говорят, Галь, зачем ты купила три пары? Вот здесь я очень пожалела, что я купила только одну. Но там такая вот вставлялка ноги странная. Там какая-то петля была. И я мучилась, мучилась. Думаю, ну одни возьму на всякий пожарный. А сейчас, думаю, вот если попались, набрала бы кучу. Всяких оттенков, какие только можно. И я немножечко просчиталась с колготками. Я надела вот такие смешные колготки. Они у меня здесь давно лежат. У меня все колготки внизу, там в спальне. А эти я, видимо, подпирала под что-то и не надела. И сегодня решила и в них вырядиться. Но думаю, что посветлее было бы получше. Но некогда уже переодеваться. То есть вопрос стоит, либо вам показать, как я выгляжу, либо эти колготки. Менять скажу. В этих я сегодня иду в школу для беременных девочек. Поэтому все прокатит. А сверху, в школе же может быть прохладно. Хотя у беременных бывает редко, что прохладно. Там деточки маленькие. И они держат все потеплее. Я на всякий пожарный возьму с собой либо вот эту жилеточку. Вы у меня видели ее. Она у нас из недавних покупок. Я ее вам показывала. Сначала покупка, а потом произведение. Вот эту, наверное, я надену. Или возьму с собой. С утра-то можно и надеть. С утра попрохладнее. А дни у нас снова уже хорошие. У нас тепло. У нас лето. Какой день, солнышко? Либо, либо... Я вот эту ни разу не надела. У нас есть ролик. Я в нем вот здесь у лампочки что-то рассказываю. Так, вот он. Зад по этикетке. Для чего даются эти этикетки? Определяют мне перед дизад. Либо я вот эту вот наброшу. Вот такую вот красоту. Ну, я думаю, наверное, в другой раз. В ближайшем будущем я какие-нибудь штанишки надену. С кофточкой. И надену вот эту. Потому что иначе вся красота моего платья-то теряется. Нет, хотя вот тут дырочки прозрачненькие. Видно, что у нас там платье. Можно и так пойти? Ну, подумаю. Сейчас либо это, либо то. Склоняюсь больше к тому. Из украшений. Смотрите, какое на нас украшение шикарное. Причем, при том обилие украшений, которое у меня есть, я еще очень творческая личность. Я себя проявляю всяко. У меня вот такая вот гривна шикарная, многослойная. Она из таких полосочек. И здесь какая-то была безобразная безделушка. Я ее оторвала. Потому что такое безобразие мы носить не будем. И сейчас я цепляю на него просто... Как это называется? Господи, забыла слово. Как называется? Вот что прицепляют на одежду. Ну, забыла. Подпишу. Вот это вот такая брошка. Брошка. Вот это вот такая брошка. Мои любимые же бабочки. Как же я могла ее не купить? И я знала, как ее буду носить не на платье, хотя, ну, конечно, может быть, тут бы легло. Это просто не мой стиль брошку надеть. А вот на гривну посадить вот такую брошку. Смотрите, какое шикарное украшение. Прямо не для школы. Можно куда-то в театр-то ходить. Но мы девочек радуем своим видом. У них должно быть хорошее настроение. Здесь мы надели вот таких два удивительных колечка. Вот это у нас в серебре подарок от местного ювелира. Она художница. Она самоучка, но она очень талантливая. Вот это вот кольцо мне было подарено. Это вы у меня уже видели. У меня маленькое такое есть. Я рассказала, что муж сначала поменьше купил. Я сказала, это для девочек. И он купил вот это побольше. Хотя вот эти камешки-то там тоже небольшие. Их просто россыпь. А сюда я надела одно из своих самых дорогих колец. Женя мне его купил до моего приезда. Вот с таким замечательным камнем в белом золоте. А я под него не нашла приличного браслета. Браслеты нужно нам разобрать. Давно грожусь, никак не могу, чтобы я знала, что у меня есть. А то они вот так. Я знаю, что что-то в этих тонах было. Не могу найти. Из ароматов. Из ароматов у нас сегодня Вера Ванг. Потому как оттенок у нас точно такой же. Входим. И одну капельку сюда. Одну капельку на две руки. Юлия Шелумова сказала в последнем видео, что нельзя вот так тереть. Девочки мне тоже писали, нельзя вот так тереть. А промокать можно? Все побежала я. Всего доброго. Спасибо, что на меня посмотрели. С вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok